С точки зрения заработка, это потрясающий ресурс, это возможность быстро действительно получать суперрезультаты. Но если мы перестаем использовать, то есть не владеем гигиеной информационной особой и не вкладываем в это действие победное самого себя, в свой корр бизнес внутренний, то эти информационные технологии могут работать как то, что отдаляет человека от себя. Опять же повторюсь, что я не хотела бы критикой заниматься. В каждом поколении есть свои моменты, которые в большей степени нами управляют или в меньшей степени управляют. Сегодня, наверное, из стереотипов, которые в большей степени молодого человека могут отдалить от себя, это потребительство, биологизм и критический идеализм. Мы об этом немножко позже поговорим, если хватит на это времени. Итак, принятие решений связано с еще двумя моментами, очень важными, о которых мы тоже забываем, и поэтому нам становится сложно в процессе принятия решений. Это цели образования и цели полагания. Цели образования связаны с выявлением и оценкой проблемной ситуации и осознанием ведущей ценности. Смысл, состав, приоритеты. То есть проработка решения на уровне цели образования выстраивает иерархию ценностей. Потери при любом выборе могут быть, но необходимо осознанное выстраивание вот этой ценностной иерархии, от чего я откажусь. И цели полагания — это формирование образа цели и постановка задачи, и определение критериев достижения цели. Эти критерии, они должны быть конкретны и проверяемы. Решения должны быть прозрачны по своим последствиям, и деятельностная должна быть еще помимо позитивной, еще и деятельностная формулировка проблемы. То есть если у нас есть цели, мы цели собственной жизни, то у нас траектория собственной жизни будет гораздо более понятна. Если у нас внутренние жизненные цели, что в первую очередь самое важное, что я не трогаю, что второе, что третье, что четвертое, то человек автоматически, даже не хочется говорить автоматически, но так как человек очень цельный по своей природе, мы во все вносим смыслы. Вот этот процесс создания смыслов, он присущ нам. Мы все осмысляем. И когда есть ценности, ценности, смыслы такие самого себя, многие решения у нас не вызывают такого мучительного процесса. И вот тогда мы можем о человеке каком-то сказать. Он цельный, у него есть внутренние принципы, поэтому у него процесс принятия решений, он не такой мучительный, как у других. И здесь можно еще посмотреть, когда мы образуем цели, то внутри каждой этой цели должен быть я. То есть это моя собственная цель, потому что иногда бывают цели социально проектированные. То есть это цели других людей, которые вклиниваются в нашу жизнь. Но здесь, смотрите, очень аккуратно. Любой человек, особенно тот человек, которому природой дано больше, чем другим, он очень социален. И он очень направлен на то, чтобы приносить богатство социуму. Ну, любое богатство. Духовное, предпринимательское, улучшение жизни. Но это основано внутри, на внутреннем таком эгоизме. Эгоизм здесь в данном случае как позитивное качество живого человека быть более здоровым. То есть эгоизм – это позитивное такое. Я рассматриваю как позитивная характеристика человека. Поэтому во многих процессах принятия решений вот эта цель образования для нас является помогающим преодолеть и неопределенность, и сформулировать отношения как множество последствий. Ну и, собственно говоря, принятие решений. Вы знаете, есть очень много вариантов, помогающих нам. Это и свод анализа, и различные стратегии направленного поиска, систематизированного поиска. Это может быть строгий рациональный расчёт. Это могут быть стратегии какого-то интуитивного поиска. Вот если говорить про интуитивный поиск, то это, например, задачи эвристик, вот эти гирлянды ассоциаций, мозговые штурмы, синептики. Это всё убрать барьеры мышления и стереотипы. Это заставить себя выйти за рамки того, что ты видишь в привычном поле зрения и переключиться. Например, для лидера, для серьёзного руководителя, как необходимость является, то есть для его психогигиен, необходимостью является возможность выехать хотя бы раз в месяц куда-то, побыть в незнакомом месте для того, чтобы пройти вот эту психическую перезагрузку. И, вернувшись потом в свой коллектив, посмотреть на него другими глазами. То есть вот это вот желание часто куда-то выезжать у лидера-руководителя, оно связано именно с этим. То есть ему нужно снимать шоры с глаз, гибко относиться к своим стереотипам. И множество методов существует для того, чтобы это делать. Вот здесь вот Станислав, я вижу про цифровую гигиену, это не всеобщая цензура. Вот знаете, здесь я же говорила о том, да, я прочитала ваше сообщение, я не против того, чтобы блокировать. Я говорю о том, что цифровой мир и мир информации является очень большой возможностью, я об этом сказала. И если относиться к нему прагматично, вот как ваш брат говорил, мой собственный сын выучил английский на превосходном совершенно уровне, используя интернет-игры. И он экзамен аспиранский сдал лучше, чем какие-то другие коллеги, которые вместе с ним шли, хотя у него первым языком был французский, он английский выучил просто в играх, да, и лучше всех дал экзамен. Нет, здесь речь идет о том, что используется вот эту вот среду, вот этот мощный инструмент в качестве некого такого, вы знаете, почему не делать. потому что я посидел там, я вот чем-то позанимался, а полученные навыки, которые могут человеку приносить реальный доход, они просто нигде, никак, да. поэтому, скажем так, я соглашусь с вами, что это не цифровая гигиена, это скорее ментальная гигиена. И последний способ поиска решений – это чистая интуиция, эффект отложенного действия, когда нам нужно, мы долго погружены в какую-то задачу, мы очень в нее включены, продумываете свою диссертацию, продумываете эксперимент, и что-то долго не выходит, да, такое отключить голову и пойти чем-то заняться другим, и через некоторое время решение придет, потому что наш мозг, конечно, отличается способностью к многозадачности, но эта многозадачность проходит часто на бессознательном уровне, или там используется какое-то ассоциативное мышление для того, чтобы себя где-то найти, свои моменты, где я не вижу. Ну, вот анализ, вы все прекрасно знаете, как он осуществляется, потому что такой момент методы, приемы эвристических методов, я тоже не буду их озвучивать, потому что их можно легко найти в том же интернете. Ну, и в любом решении, безусловно, мы опять возвращаемся к тому, что я сказала, есть волевое действие, переход от концептуальности к реализации, к контролю реализации и оформлением, да, трансляция образа решения исполнителя в образ решения вывлеченных людей. Типы реальных решений бывают двух типов. Это экономическое решение или, скажем так, лучшее решение. Оно основано на полноте информации, когда используются специальные методы, когда мы учли отдаленные последствия. И самое важное, это самый эффективный из предложенных вариантов. Большинство людей не склонны к тому, чтобы принимать это самое экономическое решение. Большинство людей склонны принимать удовлетворительное решение, которое не содержит явных недостатков. Вот. В этом принципиальное отличие. То есть мы ищем такой приемлемый вариант или самый лучший. Если вы поразмышляете над какими-то важными вещами в повседневной жизни, которые мы совершаем, мелочи такие жизненные, то, как правило, все мы склонны к тому, чтобы искать вот это комфортное удовлетворительное решение. Потому что для того, чтобы выбрать лучший вариант, нужно прикладывать много усилий. это касается и того, что себе приготовить на ужин, и того, куда пойти погулять, и того, что выбрать, например, себе в качестве той же темы диссертации. Ну, презентация на этом не закончена. Собственно говоря, у нас осталось... Сейчас я посмотрю. У нас еще масса времени, поэтому я могу рассказать немножко о вот этих вот стереотипах молодежи, которые могут повлиять на выбор стратегии собственной жизни. Обычно эта тема, она такая довольно сложная. Почему? Во-первых, я разговариваю, общаюсь не с самыми взрослыми, ну, как это сказать, взрослыми, но людьми, которые еще относят себя к молодежи. А с другой стороны, и все то, что говоришь, обычно оно так вызывает некое такое сопротивление, что нет, к нам это не относится. Вот. Уже когда мы проговорили про гигиену, стало понятно, что тема, она такая, не самая, не самая гигиена, критично воспринимающаяся. Итак, ну, все-таки, что такое критический идеализм? Это такой момент, когда молодой человек становится взрослым, он где-то к 16 плюс-минус, там плюс-минус 2 года, его ум, его мозг, он становится настолько же сильным, как мозг уже взрослого человека. Вы можете говорить о том, что у ребенка там пластичный мозг, и он способен, предположим, к переработке информации гораздо больше интенсивности, чем мозг взрослого человека. Я говорю сейчас о том, насколько он сформирован с точки зрения осуществления критического анализа. и вот когда молодой человек достигает определенной критической способности мышления, к этому времени приблизительно еще осуществляется и такой момент биологического взросления. Он выглядит уже абсолютно как взрослый человек, и он, по сути, в этом возрасте включается в экономическую жизнь. Ну, если бы не продолжительный процесс учебы, он мог бы быть абсолютно независимым и взрослым человеком. И в этот момент формируется такой сознательный перфекционизм, особое восприятие той реальности, в которой он находится. И он может критически оценивать всех взрослых людей или более старшего возраста людей, которые около него находятся, и их критикуют и уходят в эту критику. Ну, вот таким образом этот сознательный перфекционизм работает. Плюс еще ну, как это выглядит? Нужно примеры привести? Ну, да, был прошел. Ну, вот смотрите. Предположим, далеко ходить не надо, университетская среда сейчас, опять же, никого конкретно не привожу. Такие универсальные моменты, то, что приходится иногда слышать от кого-то. Да, что вообще может мне рассказать этот человек, у которого очень странные ботинки? Да я вообще его не буду слушать. Он немодный, неинтересный и говорит какие-то банальные глупые вещи. Вот так вот выглядит критический идеализм. и что, какой мы получаем результат? То, что когда нужно взять, собственно говоря, от старшего поколения, ну, здесь даже не старшее поколение, а нужно воспользоваться ситуацией и взять из нее максимум, действительно, не старшее поколение, просто воспользоваться ситуацией, взять максимум для себя, что мне будет нужно для собственного развития, оно не берется. или такой момент, о, этот человек, он должен быть моим начальником, а он вот на мои ноги посмотрел и, по-видимому, его мои ноги привлекают больше, чем моя личность и не буду я у него работать и вообще в общем эта организация, она для меня не потенциальна. Да, я к таким моментам отношусь в общем достаточно серьезно, но опять же мы получаем какой результат этого критицизма. То, что молодой человек, он получает некую такую замещение необходимости достижения взрослой власти критикой других людей. те из вас, кто каким-то образом все-таки сталкивался с педагогической деятельностью хотя бы в отношении студентов, учеников или сотрудников, они наверняка вот с этими моментами часто сталкиваются. Или манера, предположим, у этого преподавателя вот такая, что он, предположим, акцентирует внимание на дисциплине, я не хочу дисциплину соблюдать. И, собственно говоря, поэтому я не буду у него учиться. Я смогла объяснить? И результат какой, какие мы получаем несколько результатов. Первое, то, что ничего не делает, мое время не настало, а когда оно настанет, тогда я и буду делать. Но когда он достигает нужного возраста, оказывается, что он не умеет ничего делать лучше других. Потому что есть тоже определенное правило. Не умеешь подчиняться, не умеешь подчиняться. То есть реальная профессия, она приобретается в тех условиях, в которых мы находимся. От этого никуда не денешься. я просто часто сталкиваюсь с этим гиперкритицизмом, особенно молодых людей, к возрасту выпуска, у них иногда это проходит. Или, предположим, может быть выход в некий социальный протест, который вызывает определенную надменность, защитную компенсацию. и тоже приводит к усилению этой тенденции, что я не буду ничего делать, потому что моё время не пришло. И в результате мы приходим к тому, что это превосходство, которое есть у молодого человека, безусловно превосходство ума, способность пользоваться и новыми технологиями и быстро осваивать огромные массивы информации, она не раскрывается в продуктивной деятельности, не получает продуктивного развития. Ну и собственно говоря, если возвращаться к потребительству, это то общество потребления, которое было создано предыдущими поколениями, безусловно. И молодые поколения, они просто в него погружены по своей сути, просто другого они не наблюдали и не видели. Если вы посмотрите различные оценки современного поколения, вот этого уже не X, не миллениумы, а там уже какая-то идет классификация более продвинутая, то их называют самыми продвинутыми потребителями, которые вообще есть в классификации потребителей. Но здесь происходит такой момент, вот тоже, когда я разговариваю со студентами, признать себя жертвой потребления не может никто. Я говорю тогда, скажите, почему все студенты по всему миру одеты абсолютно одинаково, используют одинаковую музыку, используют одни и те же игры, ну то есть находятся под действием определенных мод и тенденций. Мне говорят, что нет, это не так, мы все очень разные и мы сильно очень отличаемся друг от друга, но при этом регламентация поведения социального, она гораздо более строгая, например, чем даже 20 лет назад. Регламентация поведения с точки зрения того, что признается образцом поведения среди молодежи более таким, скажем, продвинутым и то, что наделяет определенным статусом, обладание какими вещами или какими характеристиками делает человека более статусным. ну вот это было такое мое мнение, вы можете конечно с ним поспорить. Ладно, я говорила, что ли, да, пожалуйста. А я хотел спросить, можем не спорить? Можем не спорить. Сложная очень тема, и она на самом деле может быть не даже не для онлайн-встречи, а для какого-то другого взаимодействия больше подходит, да, более интерактивного, чем онлайн- лекция. вот. Но в общем, я с вами завершаю свою часть лекций. Надеюсь, что кто-то из вас получил информацию, которая ему понадобится, будет интересно, пригодится в жизни. И желаю вам всего хорошего. Есть ли ко мне вопросы? Только скорее организационные. Я правильно понимаю, что со следующей недели получается стартуют семинары, да? Семинары стартуют с 11. Сейчас я посмотрю. А какое у вас число семинаров стоит? Я так понимаю, что следующая неделя. Сейчас, секунду. у меня 22-11 стоит. У меня с 22 декабря, то есть это еще через две недели. Да, 22-11. Да, с 22 декабря по этой же самой ссылке с группой своей я буду встречаться. Вот. И какие-то дополнительные вопросы можно будет с АУСП номер 2 с 29-го отдела. Какие-то вопросы можно будет обсуждать и решать. Вот. Регламент выступлений пожалуйста согласуйте между собой сколько участников, чтобы всем хватило времени. И обычно я не строго, если нужно, скажем, я задержусь и все послушаю без проблем. Вот. И у нас все выступления мы должны 11-го числа после 22-го рассказать. Нет, на 4 встречи у нас будет. Вот группа, я просто у меня пока нет полных списков еще, потому что они стыкуются. Да? За 4 встречи все должны успеть. Вот. 4 дня 8 пар. 8 пар в 16 часов академических. Так что со всеми остальными я прощаюсь. Еще раз хотела сказать, что я являюсь психологом МГТУ-стантин. Если у кого-то есть, ну, то есть работаю в психологической службе поддержки, если вы как аспиранта имеете возможность, если есть какие-то проблемные ситуации, обращаться. Вот. На всякий случай. Обычно по-самому разному обращаются. Ну, раз уж такой момент, что я успела раньше рассказать, то я это тоже ослучиваю. Вот. Вам хорошего настроения. Я желаю творческих побед, чтобы все получилось. То, что вы хотите здесь получить. были написаны диссертации и мы получили 80 с лишним новых кандидатов наук. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. До свидания.